Захожу в зал, в зале спит солдат, одетый, обутый, чистая кровать, у нас идеальный порядок, евроремонт дочка сама делала. Зашла в большую спальню, тоже спит солдат. Зашла в детскую, тоже спит солдат. Я говорю, что это такое? Глянула в нише, шубы нету. Говорю, дорогая шуба, где? Куртки, где? Я говорю, шуб, говорю, это самое, ты хлеба до рта не донес, тот, кто забрал вещи, и кто, говорю, дверью сломал. И кто вам дал разрешение здесь спать? А что вы за солдаты, а? А эта гардина в кухне, вот так, дырка опалена, и видно, этим ружьем, чем сделана дырка впереди, с кухни, хотя окно целое было, наружу на нее не провели. Я говорю, вы хоть не трогайте в зале, оно стеклянное, дверь полностью до этого, и окно полностью. Балкон разрушен. Я говорю, хоть эти двери не трогайте, говорю, мне ж не под силу, я пенсионерка на мать-одиночка. Кого вы обижаете, вас Бог накажет. Мы этого не делали. Ни о чем вы развалились, говорю, здесь. Что вы спите, как вы защищаете нас? Вот так вот. Едет БТР по улице, на нем танцуют пьяные негры, на тебя автоматы наставляют. Ай, лахи в руки. Хай, Валя. Мы их сюда не звали. И к ним не пошли с оружием. Так ведь? А дариваются, что пойдет? Мы их сюда не звали, и к ним мы с оружием не шли. Когда идет бабушка, везет внучку, а он на детей автомат наставляет, а бабушка падает, а они стоят хохочут. Это что, нормально? Это нормальные люди. Это советская, украинская армия, которая защищает свой народ. Если как, они кричат. Мы идем вас освобождать. От кого? Ну от кого, скажите? Брат на брат. Брат на брат.